всем привет мы находимся на последнем занятии школы в этом семестре все так можно назвать вот и у нас тема сегодня самая последняя это как перейти от того что мы имеем сейчас к тому что о чем мы говорили на предыдущих 9 занятиях кто не был к сожалению мы не будем много повторяться но я думаю что исходя из наших презентаций вы поймете ну то есть мы будем называть к чему стремятся стремится тот или иной автор там какой-то конкретной стратегии и потом можно будет понять каким образом он предлагает достичь этого результата вот хотелось бы еще сказать то что частично мы говорили про на эту тему на мероприятие где затрагивалась затрагивались направление анархизма потому что мы говорили о том что там чуть ли не около десяти да мы по моему обсуждали на самом занятии и каждый из представители каждого из этих направлений или последователи предлагают ну скажем так отдельную конечную цель или какие-то конкретные методы каким образом можно было бы этого достичь мы сегодня естественно не будем предлагать десять разных стратегий тем более что у многих из этих движений нету теоретического какого-то обоснования того как бы они хотели к этому прийти вот мы хотели сделать три разных стратегии вот хотели рассказать про какую-то синдикалистскую концепцию захвата рабочих мест хотели рассказать про концепцию либертарного муниципализма букчина и еще про концепцию такого опустошения капитализма если так можно назвать под позже объясню что это значит от джеймса хэр да вот но в итоге мы будем рассказывать про 2 потому что по синдикализму не удалось найти ну или мы не нашли такого труда который бы описывал не конечную цель а именно что нужно делать ну то есть типа базово синдикалисты описывают естественно что просто нужно захватывать рабочие места захватывать производство и ну как бы впоследствии за счет того что экономика переходит под власть трудящихся вот от трудящихся имеется ввиду не не боссов каких-то да там большевистских а имеется ввиду под самоуправление под какие-то рабочие советы которые управляют производством и они между собой каким-то образом объединяются в разные конфедерации или ассоциации ну и соответственно налаживают как бы производство вот ну и собственно обычно как бы единственный пример того что предлагается это вот делайте ну то есть захватывайте да там организуйтесь на местах делайте различные профсоюзы синдикалистского толка вот поэтому мы тогда сконцентрируемся на тех мы ну мы как сказать предложим вам две таких книги вот первое это будет либертарный муниципализм бухчина и вторую я представлю это как я сказала джеймс хэрт про такое опустошение капитализма изнутри вот они будут отличаться они как бы возможно даже взаимно критикуют друг друга хэрт еще и критикует и синдикализм от как отдельную как отдельное направление вот то есть мы опять с вами находимся в точке где много разных анархизмов много разных стратегий предлагается но как раз за счет этого может быть будет больше точек для обсуждения например да или для критики разных концепций вот еще важно сказать что естественно ну или не естественно не знаю но то есть из-за того что в россии или вообще в русскоязычной сфере ну то есть анархизм преследовался и там условно сто лет почти сто лет там ну 70 лет где-то в ссср его не присутствовало как не теоретической непрактической силой вот во время ссср то как ну то есть на русском языке практически нету работ которые бы предлагали какой-то взгляд поэтому мы с мы цитируем труды которые в основном фокусируются на сша ну то есть на каких-то странах запада и поэтому тоже стоит понимать что ну как бы что вы услышите возможно вы подумаете такие о ну в беларуси это вообще как бы невозможно да то что вы тут рассказываете нам и но это действительно так то есть анархизм не работает как универсальная схема для всех стран или это стратегия не работает как универсальная схема потому что в разных странах ну как бы разные уровни репрессии подавления инакомыслия доступа людей к принятию решений там к той же типа каким-то методом представительной демократии который предлагается использовать или наоборот от них отказаться в общем ну делаем скидку на то что мы все-таки презентуем какой-то контекст скорее привнесенный со стороны но при этом ну какие-то базовые вещи основы из него можно почерпнуть и нам вот поэтому тогда наверное я передам слово моей второй лекторке вот и мы начнем тогда с концепцией букчина первая стратегия которую мы сегодня будем обсуждать это либертарный муниципализм и как бы моя товарищка уже много упоминала имя букчина он как бы автор этой стратегии он изначально ее в семидесятых восьмидесятых сформулировал но сейчас и она на тот момент не получила какого-то какой-то большой популярности но сейчас у него есть последователи последовательницы и например для своей лекции основным материалом для меня были не только его труды но еще труд такой мыслительницы анархистской женат бель которая сформулировала как бы его работу в одной книге вот немножко скажу о самом букчине он не называет не называл себя к концу жизни анархистом описывал себя как либертарный коммунист или муниципалист вот вообще как бы его сама идентификация политическая менялась на протяжении жизни сначала он был троцкистом потом анархистом под конец жизни стал вот либертарным коммунистом он очень много писал об экологии и он вообще один из первых был теоретиков который показал что как бы забота об экологии и экологическое движение это может быть частью радикального движения и одна из его главных целей это разрушение капитализма перестройка существующего общества и так далее и которая в том числе служит как бы заботе об экологии заботе об окружающей среде и я в конце немного еще буду говорить о мыслях которые его мыслях или идеях которые не являются частью вот плана либертарного муниципализма но тоже очень важны для общества условно которому он предлагает стремиться поскольку мы сегодня говорим скорее о том как переходить к анархическому обществу они о том как это общество уже будет взаимодействовать ну как бы функционировать да я не так много об этом буду говорить в основной части но в конце немного затронул это вот значит либертарный муниципализм с чего он вообще начинается джанет бель в своей книге и как бы бюкчин тоже это утверждал говорит о том что город всегда находился в некотором противостоянии с государством то есть исторические города долгое время были основной такой основным ядром основным субъектом на уровне которого выносились решения и только с появлением национальных государств до nation state то что в английском называется власть начала централизироваться условно в столице ну как бы в руках одной правительственной модели государственного аппарата и города начали терять в местную власть и эта власть начала переходить централизованно на верхушку аппарата во в руки в руки правительства вот и бюкчин говорит о том что между этими двумя акторами существует напряжение даже в сад в существующей системе то есть города стремятся получить больше власти государство конечно не хочет типа свою централизированную власть отдавать и он предлагает взять города или даже скорее городские районы например там как минске да есть я не знаю малиновка петровщина и так далее взять районы как основной инструмент для анархических преобразований в обществе и бель например вот в своей книге предлагает конкретную схему по которой это будет развиваться и которую я сейчас вам расскажу значит первый этап как ни странно она предлагает начать с образовательных групп со стали групп это немного похоже на то чем мы сейчас с вами занимаемся она предлагает собираться с единомышленниками единомышленницами с людьми которые хотят как-то изменить общество и читать радикальные тексты тексты посвященные борьбе за свои права за свободу опыты разных сообществ по всему миру теорию марксистскую теорию например анархистскую в том числе и как бы изучать и вместе обсуждать это связывать это с какими-то проблемами которые для вас сейчас актуальны политическими и таким образом ну как бы образовывать друг друга но это самый-самый первый шаг там потом эта группа в процессе вот этого взаимного обучения горизонтального становится ближе вырабатывает какую-то более четкую политическую позицию вырабатывает язык на котором они говорят о политике и бель пишет о том что этой группе теперь надо стать очень важной частью локального сообщества то есть например в своем в своем районе вы разбираетесь какие проблемы больше всего волнует жители этого района например там связанные с экологией или с инфраструктурой недостаточно хорошей там я не знаю нет детской площадки или что-то более масштабное но все равно что влияет конкретно на ваш район ваш квартал и так далее и начинать говорить с людьми об этих проблемах говори говорить как бы о политических целях которые могут преследовать о том что они могут влиять на эти проблемы и таким образом вести агитацию она также предлагает устраивать различные горизонтальные образовательные мероприятия в местных кафе там кофейнях приходить школы в публичные центры как это называется по-русски правильно public centers общественные центры да тут например варшаве они тоже есть вот клубы культуры и так далее и там как бы разговаривать вести политическую агитацию но кстати интересно что бель и бухчин наверное я у него не встречала слово агитация не все это называют типа общественным образованием то есть говорить с людьми о политике и предлагать им то о чем я говорю буду говорить на следующем этапе ну и собственно группы это образовательная будет заниматься тем что распространяет идеи муниципализма в чем же собственно состоят это эти идеи значит второй этап это создание муниципальных ассамблей советов а вот тут у меня к бухчину есть большие вопросы потому что он предполагает опять же то о чем говорил моя товарищка он писал во многом из опираясь на как бы американский контекст на контекст сша в 20 веке и хотя он говорит о том что ну как бы я брал опыт со всего мира но его модель может реализовываться только в очень с обществом с очень развитой демократической такой системой да то есть букчин предлагает встраиваться в местные муниципальные советы которые существуют в америке то есть ваша районная администрация условно если переносить это на контекст белорусские русские и так и в этих советах принимать на себя все больше больше обязанностей все больше захватывать власть у например городской управы районной управы и государства ну как бы государственной централизованной власти то есть он предполагает делать так чтобы у этих советов появлялось все больше и больше полномочий влиять на решение в конкретном районе города вот то есть бук сам букчин говорит о том что мы должны вступать в эти советы он не против выборов например в местные советы я тоже буду об этом говорить или создавать свои ност обязательно их институционализировать то есть как бы встраивать в существующую систему обеспечивать им право на принятие решений которые как бы будут действительно выполняться не то что вы просто там соседями объединились группой решаете что-то но государство вам не дает все равно никаких ресурсов и ваши решения как бы не могут быть выполнены букчин предлагает чтобы как бы это эти советы условно считались государственным органом на данный момент да вот он пишет о том что делать если например у вас вам государство не позволяет создать такой совет или как бы совет они существуют но не не являются демократическими вы не можете в них вступить он говорит о том что типа создавайте альтернативные советы уже полностью самоорганизованные и которые не имеют никакого отношения государству практикуйте там принятие решений влияете на что можете но как бы больше особо ничего не предлагать да то есть например в беларуси скорее всего это не была бы такая эффективная стратегия какой он ее видит потому что у нас нет такого демократического как бы до условия такого контекста где мы можем в городских советах что-то решать принимать решение и они будут выполняться вот что это за советы в советы входят жители этого района этого муниципалитета в идеале это все жители района то есть совет это вот все жители района но по крайней мере из того что я читала букчин не требует чтобы там все жители района присутствовали на ассамблее но это то к чему мы стремимся на совете решения принимаются демократическим путем то есть он предлагает либо консенсус либо прямую демократию голосования то есть ну и все это все то есть нету какой-либо иерархии между участниками и участницами совета все абсолютно равны ведутся обсуждения принимаются решения через обсуждение совет стремится быть децентрализованным отбирать властью государства то есть совет стремится брать на себя как можно больше полномочий у государства у каких-то централизированных органов там опять же как я говорила у верхушки власти да у правительства у районных не районных ну как областных там управлений у городских управлений и как можно больше полномочий перетягивать на себя чтобы у него была основная способность принимать решения и выполнять эти решения в их городской городском районе в их муниципалитете вот ну и собственно в этом есть суть децентрализации и как я уже сказала стремится включать как можно больше участниц локального сообщества по поводу децентрализации букчин и бель отдельно об этом говорят они различают институциональную децентрализацию и физическую децентрализацию то есть в их идеальном мире каждый муниципалитет каждый район города имеет свою собственную инфраструктуру которая закрывает основные потребности жителей этого района то есть там везде есть больница везде есть почта я не знаю там магазины скорее всего несколько магазинов и так далее все что может обеспечивать основную жизнедеятельность и везде есть свои институты управления то есть советы ассамблеи жителей которые проходят они предлагают сначала начинать раз в месяц потом раз в неделю вот и эти советы никому не подчиняются они полностью децентрализованы полностью автономны и взаимодействовать между собой вот и также букчин предлагает что со временем они могут даже физически децентрализироваться то есть например там если мы отделяем какой-то городской район то вокруг мы можем создать например зеленые пространства парки которые будут физически немного ага отгораживать его вода от других районов вот но они говорят например о том что есть такие институции которые нам не нужны в каждом районе например театр или не знаю какие-то здания общественные ну хотя и советы поскольку будут в каждом районе то здания нужны но в общем такие институты которые могут закрывать как бы потребности жителей несколько или нескольких районов и тогда он говорит о том что просто совет этого района будет как бы отвечать за эту институцию например здание театра но у людей которые его посещают также будет право принимать участие в каких-то решениях связанных с этим театром этим зданием и так далее дальше 3 этап у нас есть вот эти советы они либо создаются либо постепенно меняются под действием вот наших вовлеченных людей активистов и становятся более самоорганизованными более децентрализованными включают все больше и больше людей все больше людей подвергаются вот это ну не подвергаются как бы проникаются идеями либертарного муниципализма и готовы активно принимать решения готовы участвовать в политике вот и таким образом у нас букчин пишет о том что появится состояние dual power и двойной силы где в определенном обществе в определенной географической точке одновременно будет действовать две власти власть государства власть правительства и власть людей условно власть самоорганизованных советов ну как бы власть народа да и естественно они будут сталкиваться и букчин пишет о том что очень важно помнить что это действительно столкновение и что вот эти советы и вот это ну как бы сама идея либертарного муниципализма это уничтожение государства и уничтожение с государством чтобы не слиться в какой-то момент просто с государством и стать еще одним государством то есть надо упомнить о том что мы стремимся к самоорганизации самоуправлению к уничтожению государства вот и и на третьем этапе муниципальные советы становятся все сильнее и букчин предлагает уже более активные действия по защите как бы нашего либертарного муниципализма то есть одним из действий которые он предлагает это создание народной милиции поскольку государство скорее всего будет использовать свою монополию на власть чтобы пытаться разрушить там эти советы да или разрушить определенные области там города где происходит этот процесс либертарного муниципализма поэтому он предлагает лишить государство монополии на насилие и создать народные милиции где будут сменяться члены там милиции да и и собственно с оружием руках защищать право на самоуправление народа он также предполагает муниципализировать имущество то есть как бы имущество должно принадлежать всем жителям определенного городского округа городской области вот он конкретно не пишет будем ли мы там насильно его экспортировать у капиталистов или капиталисты убедятся что вот это действительно лучше на намного как бы схема чем при которой мы сейчас живем я вам сам отдам свой завод или еще что то и еще ну по крайней мере я не нашла у него никаких упоминать упоминаний что делать с огромными корпорациями которым как бы принадлежит очень много разных бизнесов разных областях страны вот возможно тот факт что либертарный муниципализм создавался семидесятых он немного еще хотя уже к тому времени я думаю были большие корпорации вот ну короче об этом он как-то не говорит возможно можно просто как бы по физическому географическому местонахождению захватывать производство и не думать о том кому она вообще принадлежит на самом деле вот и 3 3 этап все еще у нас идет работа с общественным мнением все еще как бы мы должны продвигать вот эти идеи либертарному муниципализма самоуправление объединение в советы принятие горизонтального решения в этих советах чтобы все больше и больше людей присоединялись так нашему обществу вот тут важно упомянуть про участие в выборах за что букчина очень часто критикуют анархисты это о том что за то что он говорит что для стратегии либертарного муниципализма очень важно и нужно участвовать в муниципальных выборах муниципальные выборы понятно что это такое да это как бы самый наверное низкий уровень и управления городские советы область советы каких-то городских районов и так далее вот он говорит о том что нужно участвовать в выборах почему во первых он говорит о том что как бы нам нужно стремиться в городские советы и он не видит выборы как какой-то механизм который совсем то противоречит до идеям либертарного муниципализма говорит о том что городские советы это возможно единственный как бы механизм управления который наиболее демократичен и существующих сейчас поэтому нам условно не противоречит нашим ценностям участвовать в них и во вторых он видит выборы как такую большую пиар-компанию как возможность донести взгляды и идеи политические цели либертарного муниципализма до как можно большего количества людей и он составляет такую концепцию минимальных и максимальных требований то есть мы на выборах можем выставлять минимальные требования которые относятся к нашему городскому району что в принципе логично но при этом эти минимальные требования должны вести к максимальным требованиям например мы говорим в минимальном требовании что нам не нравится что наш район захватывают огромные торговые центры они уничтожают все публичные места разрушают исторические здания какие-то и мы хотим чтобы у нас не было такого огромного количества торговых центров и это минимальное требование должно вести в итоге к максимальному требованию избавления от капитализма или мы выдвигаем минимальные требования мы хотим чтобы у городского района была возможность решать там не знаю по поводу инфраструктуре в нашем районе и это минимальное требование ведет к максимальному требованию власть городским советом вот то есть он предлагает выстраивать такую политическую программу и как можно больше распространять ее во время вот политических кампаний перед выборами и что он опять же напоминает еще о чем говорит бель в ее книге тоже это то что очень важно помнить что государство это враг и она говорит что очень часто когда государство видит активных политических игроков которые могут составлять ему конкуренцию она не всегда пытается прямо противостоять им она пытается их поглотить то есть она может предлагать например бель приводит в пример активистов зеленого движения 80-х годах она предлагает просто позиции какие-то управляющие в самой структуре государства до централизированной структуре государства и говорить людям что вот у вас есть идеи приходите работать на нас там на правительство и так далее и вы можете воплощать все свои идеи и она пишет о том что важно помнить что наша цель не как бы прийти куда-то и наслаждать свою политику наша цель создать либертарный муниципализм где как бы все люди смогут делить между собой равновласть и участвовать в этих городских советах наравне и принимать решение как бы абсолютно равноправно без какой-то централизированной власти которая будет сверху наставлять на них свои решения вот и поэтому хоть и можно участвовать в выборах и даже выборах мэра города можно участвовать если вы будете просто как представитель там а не принимать решение а просто слушать другие городские советы на этапе пока еще существует государство вот но важно помнить что все равно как бы мы государство это враг и мы не пытаемся встроиться в более централизированную систему то есть например бель пишет о том что в областные выборы условно гомельской области до губернатора уже не нельзя принимать участие потому что это уже централизация власти так четвертый этап предположим что мы уничтожили государство у нас получилось и у нас остались только городские советы как городские советы будут взаимодействовать между собой потому что понятно что это взаимодействие нужно будет там условно завод на территории одного городского района сбрасывает отходы в реку которая течет в другой район или нужно что-то производить поэтому нужно перемещать разные товары из одного места в другое учен предлагает идею конфедераций мы конфедерации уже обсуждали по-моему на направлениях анархизма вот то напомню учен значит предлагает такую идею каждый городской совет выдвигает один одного или несколько делегатов или делегаток и они встречаются в рамках тоже какого-то совета с остальными делегатами из других городских советов и там принимается на этой встрече принимается решение которое будет распространяться на несколько советов что важно эти делегаты они не имеют какой-то представительной силы как в представительной демократии когда они принимают условно решение от нашего лица они просто изъявляют волю которая уже была обсуждена на городском совете они изъявляют какое-то решение которое уже было обсуждено и принято на уровне городского совета и они просто говорят об этом на общей встрече конфедерации конфедерации вот если это решение там не подходит то они возвращаются опять разговаривать с городским советом опять идут туда вот и договариваются таким образом то есть сами они не могут условно предложить какое-то другое решение отличное от того как на которой согласились городские советы и опять же на этом этапе возможно когда будет появляться конфедерации когда будет уже очень-очень много городских советов муниципальных советов точно будет происходить столкновение с государством уже как бы довольно серьезное вот и учен пишет о том что просто нам придется смотреть кто сильнее в этом случае то есть он не предлагает каких-то супер решений как нам победить государство просто говорит о том что как бы если эта схема будет работать то как бы возможно что-то получится и вот в этом лично у меня есть критика его идеи потому что мне кажется он немного недооценил того насколько сильно государство может как бы использовать чистую силу то есть он пишет об этом он пишет что государство будет использовать там милицию военных и так далее чтобы остановить помешать этому процессу вот но я думаю он недооценил возможно насколько насколько они будут готовы использовать насилие чтобы остановить этот процесс ну и в принципе То есть у Букчина, если государство уничтожено, мы добились своей цели, общество организуется с помощью городских советов, в городских советах участвуют все жители какого-то района или квартала и на равных принимают решения с помощью консенсуса и демократии. Какие еще идеи важны для того общества, в котором предлагает Букчин существовать после пройденного этого пути? Итак, политика против стейджкрафт. Это идея о том, что, вот тоже немножко относится к его позиции по выборам, он говорит, что некоторые анархисты полностью отказываются от политики, потому что им кажется, что это просто такое общество спектакля, просто такое прикрытие для настоящей власти, которая осуществляется через насилие в основном. Но он разделяет понятие политики, понятие стейджкрафт, создание государства. И он говорит, что политика это просто процесс принятия решений. И если мы берем эту дефиницию, берем это обозначение, то наоборот, мы должны вовлекаться в политику, в процесс принятия решений, но при этом смотреть внимательно, чтобы это не выливалось в создание государства, в централизацию власти у каких-то отдельных органов, институций или людей. Моральная экономика, следующая идея, которая важна для его идеального общества, это экономика, которая как бы работает не на создание прибыли, а на обеспечение потребностей всех людей. И я не буду много раз говорить об этом, потому что, если честно, я не читала у него, что именно он предлагает. Но еще вот можно упомянуть общество постдефицита. То есть позиция Букчина следующая. Он говорит, что в 21 веке у нас уже достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать полностью всех жильем, едой, водой. Ну, то есть закрывать основные потребности медицинским обслуживанием. Он говорит, что нам не обязательно работать столько, сколько мы работаем, потому что уже производство автоматизировано настолько, что мы не должны столько работать. И он говорит, что проблема только в логистике и в нежелании капитализма обеспечивать всех тем, что им нужно. И поэтому он предлагает создать новую экономику, основанную не на получении выгоды, а на морали, на этических принципах, на том, что все должны получать столько, сколько им нужно. Социальная экология – это одна из основных его идей. Как я говорила, он очень много говорил об экологии, об окружающей среде, о природе. И он говорил о том, что иерархия вообще, точнее даже не иерархия, а доминирование нашей над природой, наша эксплуатация природы происходит из нашей эксплуатации других людей. То есть люди изначально начали эксплуатировать друг друга через рыночные отношения, через рабство, собственно, через патриархальные отношения. И потом перенесли то же самое отношение на природу. И он говорит, что в природе эксплуатации нет как явления. И поэтому он говорит, что эксплуатация условно нам не позволяет жить в гармоничных отношениях с природой. И мы должны отказаться от этих отношений типа власти, от эксплуатации и иерархии, чтобы гармонично жить с природой и не сгореть вместе со всей землей. И последний пункт, который для него важен и для либертарного муниципализма, он предлагает объединение всех антикапиталистических движений. То есть условно анархистов с коммунистами, с социалистами, с марксистами. Потому что говорит, что только как бы через массовое такое движение мы сможем добиться там условно без государственного, без капиталистического общества. И как бы для него вот это сотрудничество различных антикапиталистических движений очень важно. Очень смешно выглядит утверждение, что в природе нет эксплуатации. Ну это смотря, что считать эксплуатацией. В принципе, да. Сложной такой эксплуатации, как в человеке, нет. Но все паразиты там, в каком-то смысле, эксплуатируют там организм носителя. Все же самые муравьи, они там просто животноводством занимаются, у них там колонии клеев-муравейники есть. Есть эксплуатации? Ну это к экологам скорее вопросом. Возможно, это симбиотические отношения. Ну нет, они прям как домашний спор. Ну да, у меня главная претензия к Бухчину в том, что мне кажется, ну как бы такое движение невозможно при существовании государства, которое готово использовать насилие, то, насколько в 22-м году государство готово использовать насилие для подавления либертарных движений. Причем не только в Беларуси, в той же Америке, мне кажется, тоже. Мы видим, как они и левых активистов прессуют, и протесты разгоняют, и так далее. Ну да, есть большой пробел в плане, как победить государство, как конкретно. То есть, не видеть, что новую силу начнет применять, и тогда ничего не делать. Ну он даже говорит, что, кстати, вот я забыла упомянуть, интересно, когда он пишет про выборы, он говорит, что выборы мы должны использовать в основном как просто агитационную платформу, и это будет плохой результат, если условно либертарный муниципалист победит в районе на выборах, где большинство людей не поддерживают идеи либертарного муниципализма. То есть, он говорит о том, что сначала нужно сделать так, чтобы большинство людей в обществе, там в какой-то конкретной стране и так далее, разделяли эти идеи, стремились к самоуправлению, к равноправию, к равному распределению власти через агитацию, он предполагает, этого можно достичь. И только потом можно уже реально там организовывать эти городские советы, создавать вторую власть, вступать в конфронтацию с государством и так далее. То есть, в итоге все у него тоже, как и у многих анархических движений, упирается в то, что люди должны быть условно готовы, они должны быть достаточно политически образованы, чтобы стремиться к околоанархическому обществу. Уже не совсем понятно, как потом это, ну не государство, а федеральное общество удерживать от агрессии внешних государств. Потому что, ну, с позиции США, например, легко говорить, что у нас все для всех достаточно ресурсов, но, например, там в какой-нибудь стране Африки так не считают, я не посмотришь, что там так, в США уже как бы государства нету, армии нету, а давайте как бы нападем на них и вот навяжем им свои правила. Ну, я думаю, тут есть два как бы пути, ну не пути, но два способа, которыми можно пользоваться. Это народное ополчение, то есть можно всех как бы, или в отдельных городских советах, которые считают это нужным, учить самозащиту и, во-вторых, надеяться на то, что, ну, продолжать вести агитационную работу и надеяться на то, что в соседнем государстве тоже в какой-то момент люди захотят начать организовывать городские советы и как бы захватывать власть. Ну, собственно, как коммунисты там надеялись, что красные идеи распространятся по всему. Ну, вот так это не вышло со стороны. Ну, да, еще там, да. В целом, два слова сказать, как раз в поддержку. Почему? Потому что, во-первых, в аршабе много механизмов уже работает, из-за того, что он говорил, например, есть проекты «Агулатайские», где каждый человек просто с улицы может сглосить свои идеи. Есть деньги на это именно у советов таких локальных, да, то есть это ужин в двеницы, и они, то есть люди сами решают, на что это деньги платят. Или там будет парк, или площадка детская, и это действительно работает. Что касается тоже вот такого самоуправления локального, опять-таки, ужин в двеницы. Я лично знаю, например, гормиста в Праке, в Лубах. Так, очень много вещей решается именно с идей, ну, простых жителей, да. То есть они просто ходят на улицу, они садят деревья, они разговаривают с людьми. И я думаю, что, может быть, это как раз есть дорога, чтобы объединить. Здесь огромную роль будет играть активность и не, так сказать, вовлеченность. Вовлеченность, да, да. Чтобы люди не были ленивые, и просто действительно им хотелось поменять свою жизнь. И многое можно поменять. Ну, вот в Америке тоже есть традиция таких таунхоллов, когда в какой-то определенный день происходят встречи района или города, и кто угодно может прийти на эту встречу, любой заинтересованный житель. И Букчин упоминается, тоже ссылается и на эти традиции. И там еще есть исторические примеры. В Новой Англии, когда Америка только появлялась. В Париж, например, в какой-то момент тоже управлялся через административные советы частей города. Вот, то есть такие примеры, да, действительно есть. Вот, но возможно, как, например, когда мы обсуждали анархистские эксперименты, для этого нужно слабое государство, которое не будет очень сильно, как бы, репрессировать это движение в зачатке, чтобы оно смогло развиться. У меня такой вопрос вот по поводу милиции возникли. Да, вот сама природа вот этого органа, не является она логическим противоречием к тому, что у человека будет право выбора для участия в муниципальных выборах. Да, то есть если человек, допустим, если сама логика действия предполагает то, что человек пойдет и будет выбирать, он будет уже руководствоваться какими-то своими идеологическими взглядами, будет совершать какой-то выбор, так? Если мы уже следуем той логике, что у нас есть в этот момент какой-то орган, который является силовой структурой, да, потому что, ну, само слово, в принципе, милития, да, оно предполагает то, что это уже силовое для русла. Вопрос, кого от кого он будет защищать и, ну, то есть сразу как-то вот скорее, ну, возможно, я что-то не понял. Я поняла, ну, Букчин предлагает, то есть два таких предохранителя для того, чтобы милиция начала аккумулировать по властью себя. Это сменяемость, ну, как бы, милиционеров, там, участников народной милиции, то есть они будут выбираться на определенный срок, и выбираемость, как я уже сказала, выбираем, выбираться, то есть руководители, как пишет Бель, офицеры, например, милиции, я так понимаю, не все участники, но, условно, там, глава какой-нибудь десятки или двадцатки, или отряда, или еще что-то, будет выбираться всеми членами городского совета, и он как бы предполагает, что из-за сменяемости и выбираемости у них не будет столько власти, как могло бы быть без этих... предохранителей, да, но, как бы, то есть, важно организовывать такое общество, где ни у кого не будет монополии на насилие, не будет монополии у какой-то определенной институции, и, ну, как бы, народная милиция, учитывая, что это только часть людей, которые будут использовать насилие, тоже не самая лучшая идея, вот, но Букчин предлагает это именно как использовать только на момент противостояния с государством, условно, когда мы уже будем все жить в анархоутопии, он не говорит, что там нужна будет милиция. Ну, во-первых, сначала в защиту Букчина хотел сказать, что я вот у него читал про социальную экологию, несмотря на то, что я полностью согласен с репликой про паразитизм, это действительно так, там у него очень много интересных идей, я крайне советую почитать, но вот, в остальном, что касается сегодняшней темы, он меня разочаровал просто полностью, у меня критика по всем пунктам, и я даже подумал, что хорошо, что он себя анархистом не называл, это хорошо для анархизма. А в чем критика? Основная идея заключается в том, что, на мой взгляд, он неверно понимал суть явления государственной власти, то есть он ее рассматривал как какой-то изолированный институт, и я считаю, что государственная власть – это самовоспроизводящееся явление, и если наивно полагать, что можно использовать какую-то единицу, которая институционально относится к государственной власти, переделать ее на свой манер, но при этом она как будто бы продолжает подчиняться законам, которые издает центральная власть, и как она будет, не входя в противоречие, жить при этом своей жизнью, не совсем понятно, потому что существует иерархия и законодательная, и в плане распределения ресурсов и так далее, и понятное дело, что государство будет очень плотно все эти процессы контролировать, и это не прокатывает. Это не прокатывает даже с примерами либеральной оппозиции, то есть когда, допустим, есть какая-то доминирующая партия в государстве, и какая-то партия оппозиционная пытается в каком-то округе свою власть продвинуть, государство это четко контролирует, и процессы эти пресекают. С какими-то более радикальными альтернативами это произойдет тем более. И еще я хотел сказать по поводу того, что существуют действительно в либеральных демократиях подобные примеры какого-то такого местного как будто бы самоуправления. На мой взгляд, неверная идея о том, что государство пресекает любую инициативу, поскольку, например, если сейчас какие-нибудь украинские беженцы выйдут в польском городе, проведут усубботник, то государству это выгодно. Такая инициатива, она может либо игнорироваться, либо даже поощряться, чтобы люди что-то делали сами за счет своего ресурса, а государство как бы просто почивало на лаврах. Но при этом, как только заходит вопрос о контроле общества над каким-то экономическим ресурсом, над принятием ключевых решений, то это сразу входит в конфронтацию с идеей государства и такие моменты не прокатит. Можно выйти с идеей провести субботник, но нельзя выйти с идеей, давайте вместо мэрии сделаем театр. А если гражданское неподчинение массового правительства? Это уже метод какой-то. Ну да, причинение как бы не... Ну, что про него важно сказать, он как бы не отрицает diversity of tactics, разнообразие тактик. То есть он не говорит о том, что вот мы все сейчас идем на муниципальные выборы, и мы отказываемся от того, о чем мы говорили на занятиях о методах борьбы, от каких-то построений сетей взаимопомощи, прямого действия, еще чего-то. Все это отметаем, на протесты не ходим, просто ходим на муниципальные выборы. Нет, он говорит, что как бы эти тактики тоже важны, и любой опыт самоорганизации, он важен в этом процессе, любой опыт, который позволяет повышать ваше и товарищей, и вообще людей вокруг политическое самосознание, он важен. Но как бы, да, вот я тоже, я как раз недавно видела в Твиттере картинку, типа, ну, рисунок курицы, проглотила таракана, и таракан думает, вот я сейчас изнутри изменю эту систему. Вот, мне тоже кажется, что изнутри такую систему, как государство сильную, очень сложно изменить. В общем, я тогда представлю вторую стратегию, концепцию. И она, это книга, которая называется Getting Free, ну, освобождение, да, от Джеймса Хэррада, тоже американский автор. Вот, и я его так перевела, это, скажем так, название, потому что он использует в своей книге такое слово, как Getting, ну, Got, это как бы кишки внутренности, ну, а Getting, это как бы, когда ты изнутри что-то, кого-то потрошишь, либо это может быть, например, здание, которое ты достаешь все, ну, то есть, например, когда делаешь ремонт, ты как бы достаешь полностью всю, все, что там есть внутри, да, как бы, и стены, ну, и остается просто как скорлупка, которая как бы, в принципе, уже никому не нужна, да, то есть вот это его такое отношение к капитализму, вот. И что важно здесь сказать, что, не знаю, в отличие ли от Бурчина, или вообще в целом, как бы Херрот очень сильно фокусируется на разрушении именно капитализма, то есть он вообще в своей работе, ну, как бы не употребляет и не фокусируется на том, что нам нужно бороться с государством, да, то есть вот государство нас угнетает, там еще как-то. Он говорит все время о том, что это капитализм, капиталистические отношения, и капиталисты, да, конкретные, или конкретный, как бы, капитал, да, контролируют государство, и как бы государство существует в его интересах, поэтому это именно то, на что нам следует направить наше, как бы, понятно, что государство захватывает у нас право принимать решения политические насчет нашей жизни и того, как вообще там будет функционировать, в том числе капитализм, но капитализм диктует эти условия, поэтому Херрот не фокусируется на том, чтобы, не знаю, просто там какую-то вести абстрактную борьбу с государством, и что еще важно заметить, что он, ну, в его книжке, как бы, целая, там, первая часть, она посвящена тому, что он критикует какие-то конкретные вещи, которые он считает не сработали, то есть методы, которые не работают, и там он, как бы, причисляет, начиная от каких-то базовых тактик, типа демонстрации, заканчивая какими-то такими структурными, не знаю, стратегиями, типа социальная демократия, марксизм-ленинизм, партизанская война, то есть все, что когда-то пробовали и пытались против капитализма применить, туда он записывает также синдикализм, туда он записывает также гражданское движение за какие-то гражданские права и так далее, или гражданское неповиновение, демонстрации в том числе, либо какие-то участия в каких-то глобальных компаниях, такого типа толка, мол, антикапиталистическая компания, просто как бы, ну, обо всем и ни о чем, да, и он говорит о том, что все эти стратегии провалились, он говорит, про каждую из них он отдельно пишет, почему, и, ну, как бы, за счет, за счет чего не стоит на них влиять, вернее, не стоит их выбирать как что-то, что, то есть это уже попробовали, и оно не сработало, давайте как бы делать что-то другое, потому что, ну, несмотря на то, что он как бы не говорит, что все, теперь никогда не идем на демонстрацию, он просто говорит о том, что целью этих демонстраций должны быть другие, и должны быть другие пункты атаки, вот, и мне показалось интересным в этом плане то, что он действительно, ну, то есть он очень сильно критикует, как бы, например, а, и очень важно еще то, что он критикует, естественно, возможно, неестественно, по сравнению с заключенным, но, как естественно для анархистов, критикуют участие во всех структурах представительной демократии, то есть он считает, что анархистам, ну то есть вообще не стоит тратить свое время, свою жизнь, свои усилия на то, чтобы поиграть в этом фарсе, то, что как бы этот фарс только увековечивает, и то, что типа попытка распространить свои идеи через это выглядит как бы не, ну как минимум неэффективный, несостоятельный, ну не вносящий никакой критики, как бы с точки зрения какой-то, ну как сказать, стратегически, скажем так, и только наоборот на анархистах накладывает какое-то такое пятно, вот, и как бы выхолачивает, ну или там, они занимаются вместо того, чтобы заниматься как бы делом, которое вот я расскажу, что он считает делом, да, они там занимаются там перетягиванием каната между друг другом, стоит участвовать в выборах, не стоит, вот, что он говорит про синдикализм, в принципе, ну это такая достаточно распространенная критика синдикализма в том, что синдикализм предполагает очень сильную, как бы, как сказать, фокусировку на рабочем движении и вообще на людях, которые наняты, да, то есть люди, которые занимаются наемным трудом, и он говорит о том, что, ну а как же тогда там миллионы безработных, а как же тогда люди, которые обслуживают домовладение, а как же тогда люди, которые, ну, не заняты таким трудом, который считается для капиталиста трудом оплачиваемым, вот, и он говорит о том, что синдикализм думает только о том, каким образом ему, ну не реформировать, а революционизировать, да, производство, но он абсолютно не думает о том, как революционизировать ввоз производства или репродуктивный труд, и он говорит о том, что, ну вот это как бы самая основная ошибка, в том, что синдикализм не предлагает каких-то четких решений о том, каким образом наладить связь между рабочим местом и тем местом, куда вообще возвращается человек, и как бы кто его там ждет, и что происходит на этом рабочем месте. Ну и что он говорит про гражданскую военноповедовение? Он как бы критикует это за то, что, в принципе, это тоже достаточно такая пассивная, как-то реакционная такая тактика, которая позволяет просто, ну скажем так, во-первых, только реагировать на какие-то вещи, да, то есть пытаться защититься против каких-то типа ударов капитализма, но при этом участвовать в нем могут позволить себе только типа люди из среднего класса, у которых есть условно деньги на два, которые могут себе позволить быть арестованными и даже типа немного посидеть в тюрьме. То есть он говорит, что вы никогда не увидите там какого-то супербедного человека, ну на каких-то акциях неповиновения там или там блокадах там, не знаю, улиц, потому что эти люди прекрасно знают, что если они попадают в тюрьму как бы в систему правосудия, то для них очень будет сложным из нее выбраться и как бы у них не будет вот этих сетей там поддержки, которая есть как бы у людей там среднего класса или богатых активистов. Вот, поэтому он говорит, что ну на это вообще как бы не стоит тратить свои силы. И что же в принципе Хэрод предлагает, да, то есть он говорит о том, что основная задача, которой должны заниматься вообще люди, ну как бы доброй воли, да, и люди, которые считают себя анархистами, это не попыткой бороться с капитализмом, ну то есть не пытаться там бороться с корпорациями, да, там вот против них там проводить демонстрации или там, не знаю, не пытаться захватывать какие-то типа здания там и все такое, потому что ну как бы обычно это просто приводит к тому, что капиталисты перегруппироваются каким-то образом за какое-то локальное одно движение, типа закрывают. Если оно тем более глобальное, то там вообще как бы в принципе капиталистам не важно, потому что они, ну то есть слишком много, короче, как бы глобально кажется, что участвует много людей, но на глобальном уровне это очень мало людей в итоге оказывается, да, в каких-то таких типа протестах. Поэтому он говорит, что вместо того, чтобы бороться, необходимо создавать свои структуры, то есть нам необходимо, наша задача это изменить существующие структуры, ну или институции, да, то есть принятие решения в первую очередь и социальные отношения, в которых мы находимся, на те, которые нам кажутся желаемыми. И вот этим нужно заниматься, то есть формировать прямо сейчас постепенно как бы такой мир, ну или даже скажу не так, не мир, а то, как мы бы хотели жить и взаимодействовать с другими людьми, постепенно как бы уходя, вот это то, что он говорит, да, как бы опустошая капитализм, выпотрашивая его, то есть уходя из капиталистических отношений и привнося, то есть нашу энергию в строительство как бы новых отношений, которые нам будут более действовать на благо, на нашу пользу. Вот. И получается, что мы как бы строим новый мир и защищаем его, то есть когда мы борем, ну когда у нас, на нас какие-то атаки, то мы защищаем уже созданный наш новый мир, а не просто боремся с какими-то выпадами капиталистов в нашу сторону разово, да, которые очень легко подавить, и что как бы люди, которые построят и уже во что-то вложатся, ну скажем так, которые будут вкладывать свою душу, там, время и прочее, ресурсы в какой-то конкретный, я не знаю, коллектив, проект и все такое, они будут ощущать его как свой и как тот, который они будут хотеть защищать, а не просто там присоединиться к борьбе, типа, всех женщин против неравенства. Ну это как бы суперабстрактно, как бы это то, что, ну как бы он, ну то есть он не унижает никакие виды борьбы, но просто говорит, что нам необходимо фокусироваться на том, что как бы конкретно на наши жизни влияет, что их определяет, вот. И фактически он говорит о том, что нам необходимо формировать оппозиционную культуру, то есть есть вот капитализм, он формирует полностью свой как бы мейнстримный посыл, что, ну вот, что наемный труд это норм, что эксплуатация это норм, что там какая-то соперничество это окей, что нормально, что кто-то богатый, кто-то бедный, нормально, типа, стремиться быть богатым. То есть, ну и вот вся вот, или что, тоже там наша вера в то, что вот именно так функционирует мир, именно так функционирует политика, то есть это то, что распространяет как идеологию, как культуру, капитализм, капитализм, и именно это, ну, нам нужно формировать на это оппозиционную культуру. И он говорит о том, что нам нужно делать не идеологию из этого, ну, что нам не нужно всех делать анархистами, или ходите, вот я принес вам анархизм, там, да, давайте будете последователями. А именно формировать как бы то, что он называет каким-то видением, вместо идеологии, это должно быть какое-то видение будущего или там настоящего, того мира, в котором как бы люди хотят жить. То есть, они должны понимать, что их не устраивает в этом мире, и хотеть, то есть, когда у них будет интенция жить как-то по-другому, и они будут ощущать себя, ну, как бы угнетенными в этом мире, и будут понимать, что по-другому другой мир возможен, именно вот эта интенция и есть вот эта как бы оппозиционная культура, о которой он говорит, а не какая-то там идеология. Ну и поэтому, как бы он-то не говорит там о том, объединяться, не объединяться. Он вообще как бы не употребляет там слово «анархизм» и слово «совсем», кроме того, как он говорит, что меня там анархисты критикуют по тому и тому. То есть, в принципе, он предлагает просто какое-то общее такое человеческое движение, ну, основанное просто на ненависти к капитализму. Но при этом, ну, тоже сразу оговорюсь, что как бы он предполагает, что как будто бы это либо уже существует, ну, что вот эта культура антикапиталистическая, либо она есть уже как бы так вот в каждом человеке, и как бы, в принципе, ее там только ковырни, и она там сразу полезет, и люди начнут понимать, что они там хотят объединяться на этом фоне, либо, ну, получается, что нужно ее тогда взращивать, да, то есть как бы Херот пропускает как будто вот этот вот пункт о том, что пока что люди живут как бы в этой капиталистической культуре, а не в оппозиционной, да, и как бы вот это формирование ее, оно тоже займет как бы, ну, десятилетия, да. То есть, ну, он, в принципе, и говорит, что это тоже не какая-то разовая вещь. Что здесь важно сказать? Просто чтобы вы понимали, ну, то есть, о чем говорит Херот, и поскольку он критикует синдикализм и критикует Букчина, в том числе за то, что Букчин говорит, вот там, значит, точнее, вот он критикует синдикализм, то, что они только про рабочее место, а Букчин вообще нам не говорит ничего про рабочее место. Он говорит, идите там, ждайте в муниципалитетах, и вот только ваша, вот ваша персона, да, вот ваша агентность там, то Херот говорит, что нет, это как раз-таки провальная тактика, потому что, ну, где тогда капитал, как мы тогда на капитализм влияем? Ну, то есть, мы должны каким-то образом участвовать везде, но при этом не забывать то, что как бы мы там где-то работаем, но где-то у нас еще есть параллельно наша жизнь, вот это как бы связь типа приватного и политического, ну, то, что он говорит, и это мое как бы слияние с феминизмом, ну, и вот он говорит о том, что вот, ну, устройство общества, мы как бы уже проходили это, да, на многих наших занятиях, примерно у него выглядит так, это община, ну, то, что он называет хаусхолд, но для него хаусхолд это вот типа условный дом многоэтажный, там 200 человек, к примеру, живут. Проект это все, что делают люди, это может быть рабочая группа по какому-то вопросу, это может быть кооператив, это может быть проект там товарищества жилищного, то есть все какие-то направления, в которых люди работают по каким-то, ну, это могут быть от двух человек до там ста, ну, то есть мы можем назвать проектом какой-нибудь АЭС, и можем назвать проектом коллектив Ады, да, то есть это как бы, ну, просто его такое слово для, как бы распределения специализаций каких-то. Совет, то, что он называет как бы каким-то, какой-то комбинацией людей примерно на 25-50 человек, и это те люди, которые могут, в принципе, встречаться лично, то есть он не предлагает, чтобы вот эта вся община, 200 человек встречалась лично, он говорит, что советы будут формироваться и на рабочих, ну, как бы структурах, да, то есть у вас на, как бы на работе это могут быть вообще разные, то есть, например, если у вас цех, вы можете по 10 человек сформировать на каждом цеху отдельные советы, либо вы можете как бы их слиться, ну, вместе, ну, и совет будет, например, на уровне там домовом, но при этом Херот говорит, что я хочу избежать, ну, или не хочу, а как бы я считаю, что люди не должны ходить на собрания и на работе, потом у них там еще какая-то интертальная ассамблея, да, потом еще дома надо прийти там порешать про какое-то отопление, и он говорит о том, что нужно избегать максимально, чтобы человек просто там умирал на этих собраниях, как бы, поэтому он предлагает, чтобы люди выбирали, чтобы у людей был один такой главенствующий, как бы, совет, в котором они участвуют, он может быть для кого-то работа, а для кого-то может быть, например, именно домовой, и тогда, получается, они ходят как бы на собрания, приоритетные им, и, в принципе, когда мы говорим про вот этот, как бы, общину, скорее всего, это будут люди, которые остаются там и не едут на работу, то есть это, типа, либо неработающие люди, либо люди, которые обслуживают, например, там, ну, какие-нибудь условные дворники, там, да, ну, то есть, типа, люди, которые находятся почти всегда на этой территории, могут быть учителя, то есть кто-то, кто, как бы, не уезжает на работу, и у него там нету, ну, типа, какого-то другого совета. Что происходит вот с этими людьми, да, то есть Херет говорит, что это что, ну, то есть он очень сильно выступает против вообще любой представительской демократии, то есть даже в виде делегатов, то есть он, как бы, даже про делегатов говорит с большой натяжкой, то есть он, как бы, поэтому он предлагает все решать на уровне совета вот этого, где люди реально могут увидеться и могут договориться и обсудить что-то, но при этом есть вот эта квартальная ассамблея, это, ну, как бы, на территории, типа, условных двух тысяч человек, и эти две тысячи человек встречаются все вместе в одном большом помещении. Это типа что-то, где происходит не репрезентация, то есть не советы посылают, как бы, своих делегатов туда, да, как предлагают часто анархисты, а он говорит, что они решают там ежедневные вопросы, а вот эта ассамблея, это как будто, ну, такая конгрегация просто разовая, может быть, раз в полгода, может быть, раз в несколько месяцев, по каким-то конкретным вопросам, где люди голосуют за себя. То есть он предлагает прямую демократию и, наверное, мажоритарную, ну, то есть он там не говорит как, но это точно не консенсус, но при этом это, как бы, предполагает, что люди, каждый из этих людей, может, как бы, повлиять, вместо того, чтобы посылать какого-то своего делегата. И последнее, что его отличает, мне кажется, от, ну, наверное, как бы, многих анархистов, мы там говорили, например, да, и в том числе Букчин говорит про конфедерацию или про федерацию, да, вот, типа, вот мы обычно считаем, что вот советы будут объединены там, вот, как бы, вместе территориальную какую-то федерацию, он говорит, он критикует федеративность, потому что он говорит, что федеративность означает, что нужно посылать делегатов. Как только мы посылаем делегатов, люди теряют право на прямую демократию, ну, как бы, оно снижается, их участие снижается, и доля их мыслей, какое-то, ну, желание, интенции тоже снижается, и нам нужно по максимуму избегать этого, поэтому он предлагает называть это ассоциацией, и это значит, какое различие? Различие в том, что мы формируем не что-то одно ригидное и жесткое, типа, вот мы там 10 советов или 10 квартальных ассамблей сформировали федерацию, которая просто существует бесконечно, занимается всеми вопросами, а он говорит про ассоциацию, и это значит, что по каждому конкретному теме или вопросу, или, не знаю, направлению, например, там, отопления, у нас соглашение, и это соглашение у нас может быть с тремя, третье, другое соглашение у нас может быть с пятью другими, то есть как бы мы работаем просто по направлениям, и мы формируем все время рандомные, хаотичные, спонтанные, ну, какие-то вещи, и это нас как бы, ну, и тогда получается, что на этой ассоциации, почему соглашение, потому что поехали, например, делегаты на ассоциацию, понятно, что не могут ездить миллионы людей, не могут вместе присутствовать, но они там разработали соглашение, которое вернули на квартальную ассоциацию, куда пришли две тысячи людей и за него проголосовали, то есть получается, что как бы каждому гарантировано его участие, вот, это что важно понимать про то, как он все это видит, да, ну и как я сказала, что здесь мы видим и община, да, и вот эти проекты, это как бы как будто рабочие там и прочее, ну, то есть как бы есть и на домовом уровне, и на рабочем уровне, и на вот этом типа общее, общее как бы таком, типа территориальном. Значит, да, общая стратегия какова, то есть, как он сказал, важно бороться с культурой и важно бороться за то, чтобы вернуть себе агентность, типа в принятии решений и уйти максимально из любых капиталистических отношений и структур. И поэтому он говорит, что мы не боремся с ними, а отрицаем их, мы не пытаемся их атаковать, а мы уходим из них, мы не пытаемся их изменить, мы просто как бы отказываемся в них участвовать, да, то есть, ну, по возможности, естественно, да. Он говорит о том, что нужно максимально, ну, типа переносить свою энергию на ту деятельность, которая нам помогает жизнь, которая меняет мир и способствует построению этого мира, и создаем новые общеобщественные отношения параллельно капитализму. То есть мы не пытаемся как бы с ним бороться, мы просто пытаемся, типа, жить своей жизнью пока так, ну, как бы, да, пока у нас нету, типа, он понимает тоже прекрасно, что мы не сможем просто, там, захватить завтра предприятие, да, ну, как бы придет милиция, всех, типа, выгонит или расстреляет, или посадит, и все, вот и весь, как бы, ваш антикапитализм. Поэтому он говорит о том, что нужно, ну, как бы, все это, типа, постепенно тоже, как будто бы, как примерно вторить Бухчину, нарабатывать вот эту власть, да, и нарабатывать, типа, свою способность, ну, как-то, типа, действовать. Как именно, да, он предлагает, на самом деле он очень, как-то, очень дотошно расписывает, что можно уже делать, то есть вот это, то, что он, это вот, вот это как бы не шаги, а он это называет способы вот этого потрошения капитализма. И я их так, я не все их здесь, у него там было больше, но я их разделила условно, что можно делать на разных направлениях, и вот, например, по месту жительства, что можно уже делать, ну, то есть первое, это есть, да, создать вот эту квартальную ассоциацию, а первое, прежде всего, из людей, которые, как бы, уже антикапиталистически настроены, заинтересованы что-то менять, то есть просто, ну, там, десятка, ну, десятка будет, да, там, 20 будет, значит, 20, да, то есть по месту жительства. Потом создать, например, пытаться создавать кооперативное жилищное товарищество, то есть, ну, опять же, для Америки, иногда для Европы, это тоже может быть логичным, потому что у них там, например, можно выкупить целый подъезд, там, и жить вместе, к примеру, да, ну, у нас, как бы, с этим сложно, но при этом, например, уже сейчас, даже в том же Минске можно, типа, просто кооперативно покупать целый дом, да, ну, в смысле, строить, типа, всем строить и покупать квартиры в одном доме. Вот это то, что он говорит для того, чтобы научиться жить коллективно, это, типа, очень важно вернуться к, ну, как он называет это, научиться заново, да, жить, как бы, коллективно, потому что нас сейчас, типа, атомизировали. Он говорит, что для него очень важно, это построить зал для собраний, вот этих собраний на 2000 человек, потому что он говорит, давайте проедемся по любому кварталу, мы видим хоть какие-то здания, где люди могут вообще творить политику, нет, мы видим типа государственные администрации, куда нас не пускают и где там сидят политиканы, мы видим кучу типа конференц-залов, где сидят капиталисты, мы видим там еще что-то, в основном эти залы пустуют, нас туда никогда не пустят, чтобы мы обсудили свои типа вопросы. И поэтому, ну иногда там есть церковные всякие, да, штуки, куда можно там в Америке, например, прийти, вот, но он говорит о том, что очень важно, нас этого лишили, и поэтому нам нужно как бы думать о том, как типа построить свой зал для, ну для собраний, вот. И тогда это тоже будет как бы таким очень символическим действием, потому что, ну, типа мы понимаем свою необходимость и свое право на ассамблею, на какой-то сбор и на обсуждение. И как бы это даже может стать, ну, таким формой, как бы чтобы показать людям, что посмотрите, нам даже негде собраться, да. Вот, опять же, они говорят о том, что посмотрите вокруг, у вас куча каких-нибудь там, например, магазинчиков на углу, у вас много там местных каких-то мелких предпринимателей, там, каких-то вообще торговцев и так далее. Пойдите там вот этой активистской группой своей, которую вы собрали, поговорите с ними и предложите им, например, делать, ну, больше или там максимально скоординироваться с местным сообществом, например, по поводу потребностей спроса предложения, это как минимум, да. Во-вторых, чтобы там, например, как бы, типа под какие-нибудь кооперативные рельсы, может быть, там решить, ну, предложить им заагитировать их, перейти там, например, на какой-то более кооперативный способ организации труда. И что, как бы, он говорит, что очень, вы, как бы, удивитесь, но очень многие мелкие предприниматели будут, как бы, рады участию, типа, местных, как бы, в таком, ну, и тогда это тоже для них будет, как бы, что местные будут их поддерживать и уходить, как бы, из больших сетей, например, но поддерживать на фоне того, что, как бы, они будут более антикопиталистично действовать. Опять же, они говорят о том, что вы можете завещать свои квартиры, свою собственность какому-то общественному фонду, и это будет значить, что, ну, как бы, по мере умирания людей будет все больше и больше общественных помещений, ну, то есть общественного какого-то жилья, куда можно будет, типа, постепенно заселять, ну, как бы, людей других и вот уходить из вот этой вот, типа, рынка квартиры и прочее. Ну, и вот, да, он говорит о том, что очень важно вести борьбу там, где мы живем, то есть вот у каждого есть какие-то свои проблемы, а не просто действовать глобально. Это не значит, что мы, ну, то есть если мы делаем демонстрацию, то мы делаем демонстрацию не просто там против ВТО, да, а мы делаем, типа, потому что конкретный, там, не знаю, супермаркет, да, нас, например, грабит или там закрывает наш локальный какой-то там местный магазинчик или аптеку. То есть он говорит о том, чтобы все время думать о том, где мы живем. Так, что предлагает он по месту работы делать? Это создавать уже на местах ассоциации работников из своих же, ну, как бы, на своих предприятиях, но он говорит, обязательно смотрите, чтобы вы не утекли вот в этот, типа, юнионистское звено, в это направление, потому что это, как бы, вас поглотит и проглотит, как бы, вот эта вся, типа, органайзинговая тема с председателями, там, которые могут договариваться с боссами. Нужно этого максимально избегать и делать все, как бы, на очень горизонтальных началах. Просто, ну, начинайте с малого, просто обсуждайте условия труда, образовывайте друг друга насчет того, как капитализм, там, напрягает наемных работников, да, то есть просто пытайтесь, как бы, не атомизированно действовать, а просто, как бы, налаживайте связи между своими работниками. Вы можете, там, сделать комитет дизайнеров, комитет, не знаю, там, корректоров, там, на каком-нибудь производстве по изготовлению книг или что-то в этом роде. И чем больше будет возникать таких групп, как бы, неформальных, но, с другой стороны, эти группы будут постепенно требовать, то есть то, что он говорит, снижайте производительный, а, ну, это, ладно, позже скажу. Ну, в общем, он говорит о том, что наша цель – это требовать большего, работая меньше. То есть это может быть касаться зарплат, это может касаться, там, условий труда, это может касаться, как бы, многого, и чем быстрее вы станете, ну, типа, какой-то такой силой, тем вам будет проще, и при этом вы будете автономными единицами, а не, как бы, в рамках какого-то профсоюза, который легко, там, на который легко как-то повлиять и так далее. Ну, естественно, переходить, либо организовывать кооперативы самим, можно даже, например, там, кооперироваться, там, не знаю, на какой-нибудь IT-конторе, потом хоба, там, десятером просто сразу сваливать и делать какой-нибудь свой, типа, проект, но на кооперативных началах. То есть либо переходить, работать уже существующе, то есть по максимальным уходить из капиталистических, ну, или коммерческих структур, которые, как бы, работают по принципу наемного труда. Он также говорит о том, что нужно снижать производительность на обычной работе, то есть максимально замедляться, насколько это возможно, чтобы вас, типа, не уволили. И, ну, потому что он говорит, что капитализм существует из-за того, что очень многие работники, даже наемные, проявляют слишком много инициативы. И то есть если бы, как бы, ну, как сказать, если бы у капитализма не было вот этих работников, которые бы даже за какую-то просто зарплату хотели бы что-то менять, там, куда-то двигаться и так далее, то есть, типа, если бы все работали просто, как бы, лениво, то у капиталистов ничего бы не вышло. Вот. И поэтому он говорит, мы максимально лениво работайте, чтобы, ну, как бы, да, если вы понимаете, что на некоторых работах так можно делать, понятно, ну, как бы, на некоторых вас сразу уволят, поэтому там держите какой-то баланс, но, типа, избегайте максимально вот этого ситуации, где вы должны перерабатывать, формировать вот эту, такую, как бы, работоголичную, типа, культуру и так далее. То есть максимально ее, ну, и показывайте, что это не круто. Вот. Ну и да, не становитесь начальником. Это тоже, как бы, что-то, что, ну, презирает Херат. Как он говорит про снижение участия в рыночных отношениях еще? Он говорит, что можете постепенно вводить местную валюту, потому что если у вас, как бы, уже будут, как бы, наработаны какие-то связи между разными кооперативными предприятиями, где вы, ну, как бы, по бартеру не сможете работать, но вы сможете, например, выходя за пределы, ну, как сказать, капитализма, делать какую-то свою, такую микроэкономику, вот. И что он говорит, что, ну, уже есть, как бы, всякие эксперименты с этим, поэтому было бы с злупой не попробовать, да, то есть выходить из существующей. Создать общественный склад для взаимопомощи, где-либо люди могли бы делить, ну, то есть вещи, которые, чтобы просто меньше покупать, а пользоваться одинаковыми, либо просто отдавать то, что не нужно, либо, наоборот, как бы, то, что произведено на всяких кооперативных, может быть, какие-то излишки. В общем, все, что лишнее, все, чем можно поделиться, можно уже делиться, как бы, на каком-то складу. Избегать банков, избегать долгов, типа, не брать кредитов и формировать свои, например, кооперативные банки, там, какие, где можно брать какие-то суды, либо без процентов, либо, ну, просто на таком поручительстве, что вы, как бы, ну, там, например, люди из одного дома могут с себя какую-то кассу сформировать, из которой могут брать. И вот, что он еще говорит, что очень важно, это самообеспечение, то есть, капитализм нас приводит к тому, что мы полностью зависимы, во-первых, очень от глобального рынка, ну, это мы, например, видим, там, часто на примере России, да, сейчас, что, как бы, там, закрывается какая-то, типа, линия экспорта-импорта, и, как бы, уже часть мира, там, ее сложно функционировать, но это функционирует также и на уровне районов, кварталов, и вообще, что, типа, потому что государство будет делать, ну, как бы, он говорит о том, что в какой-то момент нам придется, ну, то есть, одно дело, мы просто-то, как бы, котики делаем собрание, а другое дело, когда мы уже наростим какой-то потенциал, и мы поймем, что, ну, как бы, государство поймет, что тут происходит, да, то есть, они могут нас, там, отключать от электроэнергии, там, не знаю, ну, вот, как, условно, как действует оккупант, да, и поэтому он говорит о том, что нам необходимо максимально попытаться, насколько это возможно, делать, какие-то, налаживать какое-то, типа, самообеспечение для себя, и я сюда, ну, просто включила то, что он предлагает переходить на всякие, там, солнечные панели, витрины, там, и прочее, уходить максимально из централизованной, какой-то электрической, энергосистемы, ну, начните выращивать свою еду, мне кажется, это немного таким смешным, ну, в формате города, но он как минимум говорит, что да, типа, всех вы не прокормите, но вы, типа, хоть что-то, можете, там, чуть ли не на крышах, там, выращивайте, все такое, думайте просто об этом, как проекте, который, как бы, позволяет вам чувствовать себя немного более независимыми. Развивать, ну, я, как бы, написала холистическую и превентивную медицину, он тоже говорит много о том, что мы очень сильно зависим от, типа, таких институциализированных, там, врачей, от всяких фармацевтических компаний, которым, как бы, выгодно часто, чтобы люди, там, болели или использовали их таблетки просто бесконечно, вот, и он говорит о том, что нам нужно вспоминать какую-то, ну, то есть, не переходить, условно, там, какой-то в примитивизм, но при этом, если что-то можно какими-то, ну, там, условно, 50% каких-нибудь болезней, недугов можно уметь лечить на уровне каком-то таком общинном, то делайте это, да, и, как бы, максимально уходите вот в это самоуправление такое, в этом тоже плане. Ну, и, как бы, то, что он называет вернуть себе способность к самозащите или самообороне, туда он вписывает все, что угодно, то есть, он, как бы, говорит о том, что, как я говорил, критикую партизанскую войну, борьбу, вернее, потому что, ну, нигде это пока не удавалось, потому что обычно партизанская борьба нацелена на то, что, или, как бы, не нацелена, а считает, что они не могут, раньше считалось, что такая методика может выиграть, потому что государство или капиталисты, ну, не смогут убить всех людей, да, вот, которые взяли оружие. И он говорит, ну, я вам из-за, вот, смотрите на историю, им пофиг, типа, они просто убьют всех, кто им будет, как бы, неудобен. И поэтому здесь вопрос такой, что этот, как метод, просто, типа, вооружаться там, действовать в каких-то отрядах, это просто, ну, грозит тем, что, там, объявят всех террористами, зачистят, короче, квартал, вот и все ваше вооружение. Но при этом он говорит о том, что все равно пытайтесь, ну, то есть, он, как бы, не говорит это открыто, но я думаю, что он имел в виду, что, там, каким-то образом, типа, тренируйтесь, вот, ну, как бы, особенно, если есть право на ношение оружия, там, и прочее, да, то есть, тренируйтесь, плюс изучайте искусство войны, как он говорит, потому что, ну, это то, что мы делаем, это и есть война, и, как бы, в какой-то момент она может перерасти в какое-то, ну, такое насильственное сопротивление или противодействие. Ну, и, естественно, он говорит о том, что устраивайте, например, уже сейчас какие-то такие, ну, как сказать, квазимилиционные структуры, либо, либо такие коп-вотч, да, то есть, слежение за перемещениями, как бы, государственных полицейских, да, чтобы они, там, ну, короче, не делали вам проблем на районе, чтобы они, там, меньше показывались, чтобы вы, там, информировали, ну, примерно то, что, как бы, было, например, в Беларуси, да, когда, типа, вот эти протесты, как-то соседи сразу друг другу информировали о том, что, как бы, заезжает какой-то там бусик, вот, и это то, о чем он говорит, что, типа, это очень важно, как бы, защищать, ну, уметь следить и защищать, как бы, то, что у вас есть на квартале. И то, что, как бы, очень важно для Херада, это вот эта культура, новая оппозиционная культура, это то, как можно противодействовать, так, на таком, типа, условно-идеологическом уровне капитализму, и он говорит о том, что, ну, во-первых, нужно распространять горизонтальные практики, да, которые, как бы, будут использоваться уже, вот, в этих ассамблеях, но важно их в любых других коллективах, где вы участвуете или можете участвовать, потому что он критикует, там, НГО и всякие волонтерские, как бы, структуры за то, что они очень иерархизированы, господи, вот, и что в них тоже можно привносить, ну, вот это, и, как бы, чем больше, чем в больших, как бы, сетях люди будут воспринимать, как должная горизонтальность и не иерархичность, тем лучше для нас. Выступать против представительной демократии, вот это то, что он говорит, ни в каком случае не участвовать, ни в каких выборах, не тратить на это свое время, а наоборот, ну, как бы, агитировать за бойкот, тем более, там, за местные, и, как бы, вместо этого формировать вот эти свои ассамблеи, общаться, взаимодействовать, решать какие-то мелкие вопросы, которые можно решить сейчас, типа, даже вашими силами. Ну, и он говорит о том, что, там, не смотреть телевизор, не слушать радио, не читать, как бы, вот этих газет, потому что именно там нас, как бы, нам промывают мозги, нужно, как бы, максимально распространять эту культуру и поддерживать независимые медиа. Ну, и независимыми медиями он называет, конечно же, не радиосвобода, например, там, или что-то, ну, потому что, как бы, ну, имеется в виду не независимые от государства, а вообще независимые имеются как коллективно-кооперативно творимые, да, то есть, ну, например, там, он приводит пример меди, которые уже, как бы, сейчас, в принципе, не слишком популярны, но, ну, то есть это какие-то порталы, где люди могут сами либо постить информацию, либо, ну, условно ведут какие-нибудь каналы в Телеграме, да, там, соседские и что-то в этом роде. То есть, понятно, это может быть, как бы, более обширная медиа, но это не должно быть медиа, которая просто, как бы, условно действует на деньги какого-то другого правительства, которое, там, в этот момент невыгодно этому правительству, где вы сейчас находитесь. То есть, ну, вот он говорит о том, что нужно, как бы, на это тоже обращать внимание. И вот, каким образом еще, то есть, он очень сильно критикует вот эту культуру потребительства, культуру времяпрепровождения капиталистическую, что необходимо обязательно идти, там, в кино, там, смотреть какие-то фейерверки, что мы не видим другого досуга, и не видим другого взаимодействия, кроме как, типа, не знаю, ходить в какие-то люксусные рестораны, вот, и он говорит о том, что давайте, как бы, делать что-то на уровне, ну, вот, в своем, местном, там, типа, организовывайте кинопоказы, там, читайте, ходите, там, местные, ну, вот, тоже, в принципе, то, что пытались сделать в дворы, там, да, проводить какие-то лекции, ходить на экскурсии, там, кинопоказы делать и прочее, там, совместный досуг проводить, когда, ну, там, на какие-то шашлыки ходить, на которых их потом задерживали, ну, то есть, в принципе, это была попытка сформировать вот эту оппозиционную культуру, о которой говорит Херат, ну, правда, она была не антикапиталистической, но, как бы, вы уловили, наверное, параллель, вот, ну, естественно, да, не сотрудничать ни в коем случае в полиции, не вступать в полицию, не идти работать, максимально хейтить всех, кто из вашего района, ну, то есть, показывать презрение тем, кто так делает, ну, что, типа, на районе вас не будут любить, как бы, да, если вы начнете, ну, там, если вы будете считать, что это норм, там, служить в ОМОНе, не ходить в армию и избегать, ну, вот, Хера тоже упоминает это, что нужно избегать формального образования, и вообще он очень критикует образование как необходимость, ну, то, что, типа, считается, что все должны, ну, во-первых, ну, как сказать, академичность, скорее так, как необходимость, то есть, все должны отучиться, получить какую-то профессию, обязательно, например, там, получить какую-то, как бы, этот, степень и прочее, то есть, без этого ты никто, без этого ты, как бы, не человек, вот, и он это очень, как бы, критикует и говорит, что нужно, ну, формировать такую культуру, где ты учишься, потому что, там, тебе это, не знаю, может быть, пригодится где-то, там, в своем районе, например, да, или, там, ты учишься, потому что это тебе, там, действительно, интересно, а не потому что это капитализм тебе диктует, как, как на рынке, там, себя продавать, ну, и, естественно, он, там, упоминает то, что максимально, если есть возможность, там, уводите, там, детей на разные неформальные школьные проекты, ну, как бы, то есть, если есть, там, всякие школы, как бы, независимые, либо сами делаете, либо, там, там, естественно, хомскулинг, там, да, в Америке очень развит, или какие-то местные, типа, такие структуры, где родители по очереди, каким-то образом, там, учат детей, то есть, он, как бы, ну, потому что именно там формируют из нас, вот, это капиталистическое сознание, не критическое сознание, вот это, ну, такое, как бы, существо для государства и для капитализма, и вот, типа, оттуда нужно максимально, как бы, людей забирать. Так, ага, это по поводу, у меня, как бы, по поводу этого все, но я еще хочу сказать несколько вещей, что, ну, вот, вот это все, то есть, да, это то, что какие-то вещи, которые херот называет, это что уже можно делать прямо сейчас, да, типа, на разных направлениях, в зависимости от того, где вы, вы в местной, там, домовой, дворовой инициативе, вы на работе это делаете, вы просто формируете, как бы, как активист, какой-то, какую-то, там, культуру и прочее, то есть, и все это нужно делать, то есть, в принципе, он не говорит ничего сверхъестественного, но главный его упор на том, что нам нужно делать это на локальном уровне, то есть, ну, вместо того, чтобы условно делать школу, как бы, вот, на всю Варшаву, да, как бы, мы должны были, там, условно, выучить польский язык и делать школу там, где мы живем, да, вот, ну, условно, раз мы оказались, там, в Польше или еще что-то, вот, то есть, об этом речь, то есть, не просто какие-то общее образовательное мероприятие и все такое. Что еще важно сказать, что, как будто бы, он говорит, что, да, как бы, мы должны понимать, что, типа, в какой-то момент государство тоже поймет, ну, что какая-то тут неладная творится, все тут против, да, как бы, там, без конца организовывают протесты и прочее, ну, и он говорит о том, что, как бы, к этому моменту, ну, то есть, к моменту, когда государство непосредственно, там, перейдет в атаку, и я тоже думаю, что он здесь думает про американское государство, да, где, в принципе, разрешено вот этот комьюнити органайзинг, да, там, где, типа, никто не будет тебя атаковать только потому, что ты делаешь собрание, да, то есть, как бы, момент, когда атакуют американское государство, он максимально оттянут, ну, например, от момента белорусского, да, Но при этом он говорит, что к этому моменту вот эта культура или вот то, о чем, в принципе, говорит Букшин, вот это сознание, да, хотящего жить в либертарном униципализме или вот в этом, да, как бы своем ассамблизме, да, уже должно быть настолько распространено, что как будто люди видят себя там больше, чем вот в этом государстве. И это тоже что-то очень похоже, ну, если для меня, как бы на то, как сформировалась вот эта оппозиционная культура в Беларуси, да, то, что типа они, ну, люди не видели себя уже больше вот в этом, то, что было там год назад. И вот эта культура, ну, то, что он говорит о том, что это не какая-то идеология, а это какое-то видение совместного лучшего будущего, мне кажется, это тоже очень сильно похоже на беларусниц, потому что не было четко, что будет, да, но было какое-то мнение и общераспространенное убеждение, что будет лучше, чем сейчас в любом случае. Вот, и вот это, ну, как бы, наверное, то, как бы, о чем говорит и Херад. Вот, и он говорит о том, что когда, да, в какой-то момент, чем больше мы будем вот это делать, да, там, уходить из капиталистических отношений, переставать как бы в них участвовать, вот, и формировать свои, тем, ну, капитализм будет ослабевать, да, по мнению Херада, или там пытаться как-то нас обратно заангажировать, а мы не будем уже хотеть. И к этому моменту уже можно будет в какой-то момент, когда он ослабнет, начинать последние, как бы, шаги, это захват земли, захват предприятий, захват жилищного типа фонда и переставание, ну, платить налоги, вот. Вот, но это, как бы, он предлагает не первым, да, пунктом, как, ну, часто, там, анархисты, там, все, они идем в армию, там, скватируем, как бы, у них платим налоги. Ну, это, типа, Херад понимает, что это, как бы, такой призыв к большинству на данный момент, ну, равнозначен просто какому-то эскапизму, там, единицы из миллиона, да, то есть люди сейчас не готовы к этому, ну, и сейчас, как бы, в принципе, капитализм не настолько слаб, чтобы принять это на массовом уровне как должное. И что еще важно сказать, ну, да, то есть последнее, наверное, то, что скажу, что вот Букчин, он критикует в первую очередь, да, потому что нет вообще ничего про рабочее движение или про то, как с капитализмом мы обходимся, только как будто про государство и принятие решений. Второе, это то, что Букчин предлагает федерацию, а Херад предлагает именно ассоциацию. И третье, это то, что, ну, естественно, Букчин предлагает представительную демократию, которую ненавидит просто всеми силами Херад. Ну, и на самом деле у него очень некоторые, короче, у него очень сильный упор идет на ненависть просто очень сильную к капиталистической системе. То есть у него один из, я, правда, не записала, но у него один из советов, который он говорит, как шаги по разрушению капитализма, это перестать носить костюмы. Потому что костюм – это, типа, признак или попытка ассоциироваться, проассоциироваться с капиталистом, с богатеем, которое чуждо, как бы, вообще любому человеку, ну, как бы нормальному, и что мы не должны ни в коем случае, там, этого носить. Ну, и для меня это звучало немножко иронично, ну, потому что, ну, какой же, ну, типа, это не сильный шаг, да, такой. Но для него это прям как будто такое идеологическое бойкотирование костюмов. Вот, ну, то есть, да, у него есть некоторые интересные такие ироничные для меня высказывания. Я хотела прокомментировать, мне кажется, и в этом проекте, и в проекте «Бухчина», и, например, в проекте взаимопомощи, как в «Мьючуэл Эйд» анархическом, мне кажется, основной упор идёт на том, что нам надо бороться с атомизацией и равнодушием, который развивает капитализм. И вот ты, когда рассказывала про домовые ассамблеи, я подумала, что мои родители, например, моя мама, там ещё 10 лет назад, например, или в прошлом доме, где мы там жили 15 лет назад, знала всех соседей и дружила там с ними, и ходила в гости, и до сих пор, например, знает соседей по площадке наших по именам, и там может с ними разговаривать, здороваться. А я, например, не знаю своих соседей, и никогда не возникало желания узнать. И как бы интересно, что она росла условно 40 лет назад в социалистической республике. Я росла уже при капитализме, и мне кажется, вот это именно свойство, эффект развития капитализма. Мне кажется, даже государства, которые всегда были капиталистичными, там в Европе или Америке, тоже люди со временем сейчас более атомизированы, чем, например, 30 лет назад. А ещё про жилищные кооперативы, про что ты говорила. Когда коронавирус, эпидемия началась, в Америке началась большая волна попыток выселения людей, потому что они не могли платить аренду, потому что теряли работу, и из-за этого начали создаваться такие профсоюзы домовые, где объединялись жильцы определённого дома, потому что там же арендатор — это капиталист, а не государство. И против него, условно, было легче бороться. И вот в Америке это был такой момент, когда появлялись условно какие-то советы домовые. Я не знаю, конечно, их судьбу, например, существуют ли они до сих пор, но, да, это тоже был триггером для такого объединения. У меня сразу два замечания. Первое — про культуру, про то, что можно вот так легко победить. Туристическую культуру. Я с одной стороны согласен, что то, что говорилось именно про сообщества, какие-то локальные, это важно и это эффективно, но вот если так глобально посмотреть, вот фильмы, какие-нибудь компьютерные игры и так далее, вот эта вся массовая культура, в которую вкачивается очень много денег, тут, мне кажется, очень маловероятно, что что-то может победить капитализм, потому что мы даже видим вот на банальном примере в России, как вся вот эта культура западная интернета не может победить банально один телевизор, потому что людям лень залезть в интернет, они просто телевизор привычки смотрят. Мы хотим, чтобы какая-то культура, которая была полностью на таком локальном низовом уровне, очень примитивная, потому что нету средств таких вот выражения, нету средств создания такой сложной, качественной, какие-нибудь картинки и так далее, победила прямо вот эту капиталистическую машину, в которой миллионы долларов вкачиваются в каждый новый фильм и так далее. Просто люди не будут смотреть какие-то там контракультурные фильмы в массе своей, они будут смотреть там новый какой-нибудь фильм про супергероев в Марвелу, что-то такое. И немножко непонятно, почему говорится, что нужно создавать такую культуру, потому что я вот сколько себя помню, контракультурная она существовала и, наверное, уже довольно давно существует, не знаю, сколько там десятилетий или даже не о десятилетиях речь, и как бы она всегда такая нишевая, то есть какой-то процент людей, он ее интересуется, но большинство людей никогда не интересовалось, и непонятно, что нужно сделать, чтобы она начала интересоваться. А второй вопрос, ну или я могу дать комментаторам слово, а потом про второе демо поговорить. Так, просто сначала вопрос. Ну, про контракультуру просто немножко. В Москве был кинотеатр, пока не уничтожили, 35 миллиметров. Я его очень хорошо помню. Он был почти в центре, и там было несколько залов, или много, короче, это огромный кинотеатр с этой контракультурой. Там было фестивальное кино, арт-хаусное кино, то есть все-все-все, что они показывали, ну и только какое-то одно время, может быть, какой-то популярный фильм шел, там было не протолкнуться. Там просто очереди стояли. То есть предложение тоже рождает спрос, есть обратный. Контракультуры мало поклонников, потому что контракультуры мало. Если ее сделать массовой, если действительно много людей в это вовлекать, то возможно, ну эксперимента нет на практике, но отдельный случай показывает, что это возможно. Контракультуры перевесит эту массу широкопотреб. Я тоже на эту тему. Знаю, про борьбу за информационное пространство, что здесь вот, на мой взгляд, недостаток таких моделей, которые пытаются как-то мягко и в обход бороться с государством, в том, что они как будто бы представляют альтернативную модель в равной информационной конкуренции с государством. На самом деле это не так. У государства большая монополия на ресурсы, из-за чего идеологический аппарат, пропаганда государственная, она звучит громче. Потому что СМИ, образование и так далее, и так далее, то есть очень много институтов культурных, образовательных, информационных, пропагандистских, они находятся в руках государства при полнейшем контроле. Самым, что именно есть, непосредственным и осознанным. И поэтому очень тяжело тягаться с таким количеством ресурсов. То есть даже создавая продукт, допустим, в какой-то ключевой своей идее людям более интересны, более соответствующих потребностям, вряд ли удастся это сделать настолько же ярко, насколько это может сделать государство или какая-то капиталистическая корпорация. И вряд ли удастся настолько широко распиарить эту идею. И тут, как ни странно, срабатывает перерастание количества в качество. То есть идеи, о которых чаще всего люди слышали, они как будто бы считаются более популярными, более рабочими. И с этим уже тяжелее спорить. Вступает в силу такой вот конформизм, с которым тяжелее спорить малыми силами. Я хочу дать ответ на то, что у меня как будто две противоборствующие мысли насчет вот этой и контркультуры, и вообще в целом формирование такой условной ненависти и неприязни, отрицания какой-то системы. То есть, во-первых, с одной стороны, как будто, да, действительно, эта контркультура может формироваться годами, быть в каком-то андеграунде, никому не быть интересной. С другой стороны, опять же, вернусь к Беларуси 20-го года, понадобилось просто, не знаю, два месяца людям посмотреть и послушать своих знакомых о том, что происходит, и как-то изменить понимание, что я раньше думал, что так оказалось не так, чтобы сформировать культуру, при которой люди не верят новостям, не смотрят новости, типа не включают телевизор и читают там нехту и еще кого-то. То есть, ну, не понадобилось, ну, и тоже нехта, это не человек с миллиардами долларов, да, ну, как бы, чтобы вытягаться там, то есть понадобилось просто какое-то спусковое крючок, который бы позволил, не то, что нехта, не нехта его создал, да, его создала, как бы, реальность, которую, как бы, решили отрицать, и это было, ну, как бы, как сказать, подхвачено, и это, ну, как бы, нехты и другие каналы фасилитировали вот это, ну, создание вот этой культуры, то же самое, что люди перестали ходить, там, не знаю, в какие-то театры, стали ходить там на какие-то, или смотреть онлайн, и там с Купаловского, слушать эти хоры, да никому никогда не были интересны эти хоры, никто бы никогда в жизни там не пел эти гимны, ну, то есть это, как бы, реально, ну, какое-то, как будто дно, да, а сейчас почему-то это стало важным, потому что это захватило какое-то символическое значение, но это входит в противоречие с тем, что я скажу следующее, то есть, с одной стороны, вот эта культур-культура может сформироваться, но для нее нужно, как будто, очень сильное воздействие внешнее, и очень быстрое формирование вот этой вот неприязни, да, и мы, естественно, видим, что все-таки, как бы, одно дело сформировать неприязнь к людям с дубинкой, или, там, к конкретному человеку с автоматом бегающим, а другое дело неприязнь, типа, к капитализму, да, когда, в принципе, нету никого конкретного, там, ну, что, про Тифулона Маска, там, как бы, бежать, ну, с автоматами, то есть нету никаких конкретных лиц, которые вот конкретно в твоей проблеме, конкретно в твоем угнетении виноваты, да, нету, то есть тебе, в принципе, чуть-чуть комфортно, иногда некомфортно, после работы ты, там, можешь немножко ослабиться, на работе напрягаться, то есть есть какая-то, как будто бы, вот эта система, и вот то, что предлагает Хэррот, да, он, как бы, говорит о том, что мы формируем ее постепенно, да, но тогда получается, что за счет постепенного формирования, ну, это все растягивается не за месяц, да, а, типа, на просто, как бы, столетия, наверное, да, там, десятилетия того, чтобы просто сформировать вот эту, как бы, несчастную, как бы, культуру, ненависти к капитализму, и, с другой стороны, вот это тоже интересно, что, когда мы говорим про то, что, вот, посмотрите, там, белорусское государство нас и так, и сяк, там, и порезало, и поломало, как бы быстро за, там, переломало хребет за, там, два месяца, три месяца, четыре месяца, а вот в Америке, там, не так было бы, но нужно понимать, что, как бы, оно нам переломало хребет, потому что у нас был, как бы, всплеск, и государство увидело сразу же, очень быстро и очевидно, угрозу своему, вот, прямо сейчас, угрозы, если они не действуют, то все, тогда, как, параллельно с этим, да, как бы, куча каких-то, там, активистских групп, там, НГО, там, тех же независимых, то есть все это уже существовало, да, оно существовало в таком, каком-то зачаточном состоянии, но это все делалось, и Херот не предлагает нам завтра берем виллы все против капиталистов, ну, потому что это будет примерно, как в Беларуси, да, он говорит о том, что вот, делаем тихонько себе, да, и, в принципе, я думаю, что, условно, какие-нибудь первые, там, пару лет всем будет пофиг на вот эти вот какие-то, там, домовые комитеты, что-то там еще, вот, вот, и если это будет действительно, ну, я к тому, что, как бы, это совсем другая динамика, развитие типа конфликта между капиталом, государством и нами, это как будто постепенное наращивание потенциала, которое изначально может быть не сильно очевидным или актуальным для капитализма, и как бы постепенно только, да, то есть может стать какой-то проблемой, и это позволяет не то, что там выиграть, да, они говорят, что это, там, стратегия выигрышная, что у нас точно сработает, но, как минимум, оно, возможно, поможет нарастить, вот, как бы, больше сил, как бы обрасти каким-то мясом, вот этому всему движению, и опять же, что очень важно, мне кажется, как и для вот этого букчинской концепции, так и для этой, это то, что это как будто движение, которое не сконцентрировано в каком-то там, условно, районе Минска, да, ну, то есть это движение, которое должны, ну, вот мы там все живем в разных районах Варшавы, и каждый из нас пытается у себя начать, и это как бы то же, что там было в Беларуси, когда было сложно, сначала пытались регионы зачистить, потом там, ну, как бы, то есть всегда сложно реагировать на что-то, что возникает спонтанно, и вместе одновременно где-то растет, это как бы зачистить становится сложнее, тем более, когда у этих людей потом еще какие-то уже там существуют связи между собой, налажена какая-то коммуникация, они, может быть, там вышли из каких-то ресурсных взаимоотношений с капиталистами, вот, то есть, в принципе, мне кажется, это, ну, то есть это как бы сработает по-любому по-другому, чем то, как сработало, например, в Беларуси, да, может, ну, может оно не дойдет до этого логического конца, о котором говорит Харрот, но это точно, как бы, совсем другие внешние условия. Да, я вот тоже подумал всю эту лекцию, что это будет заниматься очень долго, эта трансформация, я не знаю, там, сколько, десятки, сотни, не сотни лет, но явно долго, и вот есть такая точка зрения, что капитализм, он довольно часто, там, раз, например, в 20 лет устраивает какие-то крупные глобальные конфликты, войны и так далее, и вот эти войны, они в культурном плане довольно сильно откатывают назад все эти достижения культурные. Люди вот даже прямо сейчас вот видно, что звереют, ну, со всех сторон конфликтов, потому что ужасные вещи происходят, и как можно вот выстраивать как-то постепенно, маленькими шагами, вот как теория малых дел, какую-то культуру, когда потом через 20 лет нас всех поведут на убой, от этой культуры ничего не останется, останется там взаимная ненависть искусственно развязанная, что можно там противопоставить? Ну, это, наверное, не ко мне вопрос. Ну, как про это? Ну, про это он точно не говорит, да, про войну, он говорит про войну в формате типа нужно там заканчивать с войнами, да, там, ну, то есть это как бы действительно смешное немножко предложение, потому что как с ними закончить непонятно, но на самом деле вот как бы мое личное мнение, я согласна с тем, что это все меняет, но с другой стороны война как раз-таки очень часто является местом, то есть государство концентрируется на войне часто, да, особенно если мы говорим про атакуемые территории, и позволяет, ну, вот мы сейчас видим на примере Украины, позволяет максимальную самоорганизацию, которая только возможна, то есть она не была разрешена, ну, там, или возможно до этого ни в каком, ну, в таком виде, да, то есть это 99% самоорганизации, которую только можно представить, и вот как раз-таки, ну, и то же самое мы можем сказать про Ржаву, да, то есть типа именно из-за того, что произошел военный конфликт, стало возможным существование вообще этого общества, и именно из-за того, что он такой затянутый, возможно его продолжение существования, то есть если бы это все за год там поделилось, переделилось, все, мы бы как бы даже не говорили про это как эксперименте, и на самом деле, то есть с одной стороны понятно, что вся эта война, это ужасно, и там люди умирают и так далее, но с другой стороны, как бы когда эти все вещи затягиваются, то возможно, не знаю, если конфликт в Украине затянется, то через каких-нибудь два года мы там во Львове можем увидеть вообще, не знаю, там какую-нибудь коммуну, да, ну, условно, я как бы иронично тоже говорю, но в целом это возможно, потому что сейчас есть для этого все условия, и вот эти войны, несмотря на то, что они как бы обрушивают ненависть на противника, но они очень сильно сплочают вокруг этого типа общего дела, вот, и формируют какую-то такую типа общую идентичность, потому что атакуют всех таких, как мы, да, то есть всех там с носителем, не знаю там, всех, кто здесь живет, да, типа, и это как бы вот нас объединяет, потому что до этого нам было неважно друг на друга, мы как бы пофиг было там, где ты живешь, там с Киева, не с Киева, а сейчас типа атакуют Киев, значит, вот мы всякие, ну, как будто киевляне там в одной и той же ситуации находимся. «Я думаю, что это тоже очень важно выходить от такого централизованного образования, потому что это облегчает государству наслаждение таких идей. Очень важно входить в Хомскурик, где воспитывается в человеке индивидуализм, его личное мнение, и это тоже будет способствовать образованию таких культурных центров, где люди будут объединяться по убеждениям, по, не знаю, хобби и так далее. И опять-таки вторая такая дорога, это НГО. Здесь мы можем, например, Юрек Овсяк, ему хватило сколько, 10 лет, для того, чтобы создать уже, ну, это, конечно же, он использует государство в какой-то мере, но он реализует проекты на деньги в отеле, то есть каждого человека. И здесь они в основном покрывают именно медицинские какие-то нужды, огромные средства собирают и в состоянии действительно снабжать больницы, какие-то вопросы решают очень-таки габарные. Ну, что-то тоже может быть очень важным. Я хотел бы немножко покритиковать вот эту практику малых дел. На мой взгляд, некоторые, конечно, из этих практик, они как будто бы имеют какую-то самоценность, а некоторые из практик, их тяжело распространять, их тяжело ориентировать, если не иметь перед собой какую-то, ну, абстрактную цель, ну, тяжело обойтись без каких-то абстракций, вроде, там, критики капитализма. То есть, практика эта, она не всегда сама себя рекламирует, то есть это может сработать с какой-то классной деятельности там, фримаркета, там, бесплатного склада, но это не сработает, там, с идеей несотрудничества с полицией или неношения галстука. То есть, это идея, которая нужно объяснять, каким образом эта практика завязана на стратегическую цель и какая есть цель. И вот в этом вот объяснении это, на мой взгляд, именно тот камень преткновения в идеологическом фронте с государством, о котором сложно говорить, что это может оставаться незамеченным. То есть, это будет либо идея маргинальная, либо это заметят одинаково и общество, и государство. То есть, либо ты распространяешь эту идею среди, там, своих соседей по чуть-чуть, и они не отзываются никак на эту идею, они никто не узнает, и вы там вдвоем с соседом с каким-то вдвоем остаетесь, совет с ним строите, не носите галстуки. Либо все соседи отзываются, каким-то образом тебе удается преодолеть вот этот вот блок государства, но тогда тебе, скорее всего, придется использовать какие-то хорошо работающие пропагандистские ресурсы, которые государство, скорее всего, заметит и воспримет как конфронтацию. Особенно, если ты захочешь, допустим, за пределы своего города в другой регион принести эту практику. то есть ключевая идея, которую я хотел сказать, что практика не всегда работает, не всегда говорит сама за себя, это не всегда сам реклама, и очень часто нужно как-то объяснять эту пленку стратегическую, поэтому я, например, сторонник использования термина анархизм, потому что это комплекс знаний, каждый человек, который это слово услышал, может как будто бы отойти к какому-то хэштегу, обратиться к какой-то единой структуре знаний, к единой какой-то базе, связанной с этим термином, и он узнает какое-то структурное представление о деле, как связано с анархизмом, а не просто какую-то одну практику, которая может раствориться и быть непонятным. Я хочу сказать просто пару слов про то, что у меня в свое время, я эту книжку сейчас второй раз перечитывала, но я когда-то прочитала, наверное, в году в 14-м, и она меня просто ввергла в какое-то такое типа супердепрессивное состояние, потому что ну понятно, что она не какая-то суперцелостная, она мало работает на Беларуси, тем более теперешних лет, но при этом она как будто бы позволила мне взглянуть на себя и своим активизм, как на что-то, ну что, как будто бы я все, что я делала, было неправильно, ну или как-то так, то есть просто я скорее имею в виду то, что очень часто люди приходят как бы в активизм, анархизм из-за отрицания общества и общественных ценностей, и когда ты приходишь через вот это как бы не ассоциацию себя с людьми, то есть ты как будто другой, ну то есть ты не хочешь быть как они, ты не хочешь быть как капиталисты, ты не хочешь быть как люди, которые любят Лукашенко, ты как бы от себя, от них отделяешь, а потом ну и как бы действуешь и ищешь себе таких, как ты, похожих, а потом ты читаешь Херода, который говорит идите вот к этим всем людям, которые там любят Лукашенко, любят Кока-Колу, не знаю, там идите и с ними делайте дела, и именно так мы победим, и как бы в принципе я согласна, ну и анархисты предполагают взаимодействие людей, а не взаимодействие анархистов, да, как бы в подполье, вот, и ну меня это тогда немного ввергло в ныне, что я не способна, ну как будто на таком именно эмоциональном уровне на тот момент, ну сейчас немножко наверное проще мне кажется, но на тот момент я была просто не способна взаимодействовать с людьми, которые бы хотя бы не были нейтральными к моим взглядам, ну или каким-то моим, вот, и мне кажется, что это очень небольшая проблема в принципе активистов, то что ну мне кажется многие из нас не готовы и не способны к другим точкам зрения, к тому, чтобы сидеть на собрании, где не все знают культуру дискуссии, да, чтобы как-то терпеть людей, которые там разделяют другую точку зрения, с ними что-то делать и так далее, вот, поэтому не знаю, мне кажется, что эта книга, она как бы ценна в плане просто такого переосмысления, ну потому что действительно, ну вряд ли как бы критика есть и она правдивая, но с другой стороны все, что он говорит, это уже как будто делается разными активистами, разными людьми, то есть уже кто-то делает эти церворищества, кто-то делает образование, но вопрос только в том, что все это делают на как бы на уровень выше, а он говорит вернитесь как бы вниз, да, делайте то же самое, просто делайте это с людьми, которыми вы живете рядом, или с людьми, которыми вы работаете, а не делайте это типа со своими активистскими группами ну и мне кажется выхлоп да как ну то есть это просто увеличивает скажем так усложняет нам задачу в плане времени и ресурсов которые нужно потратить на скажем так не не обученных людей да не готовых возможно посприятию некоторых идей но с другой стороны как бы выхлоп я думаю больше будет чем со временем до чем как бы просто работать с уже скажем так горячими клиентами которые просто уже готовы воспринимать и так далее я хотела еще добавить про то что культура будет приняться очень медленно или даже я бы скорее использовал слово дискурс потому что это как бы про то что мы нормализуем нет в моем поколении мне кажется идея о том чтобы что капитализм это плохо и что ну там работать это тоже плохо давайте не работать мы не любим работу у меня нет там работы мечты или профессии мечты я не считаю не работать это уже довольно как бы распространенные идеи то есть и в интернете как бы я вижу что условно за умеры да и люди вокруг 20 в основном придерживаются антикапиталистических взглядов и среди моих знакомых причем не обязательно тех которые прям вовлечены в политическую какую-то мысль очень много людей которые говорят что капитализм это плохо и которые не любят свою работу поэтому я думаю это уже происходит единственное что мне кажется во первых капитализму очень легко ну как бы апроприировать все равно эти как бы рессентимент эти негативные чувства и все равно встроить каким-то образом систему потребления и производства не меняя ее во вторых очень часто люди выбирают представительную демократию чтобы как бы решать эти вопросы то есть они там голосуют за бергни сандерса вместо того чтобы организовываться и как бы заниматься взаимопомощью и все такими я просто хочу сказать такую важную вещь насчет культура и капитализма всегда нужно помнить что капитализма капитализм имеет такое свойство распространяться и грубо говоря капитализировать то что то что как бы невозможно капитализировать ту же котракультуру не все люди обращают на это внимание и мне кажется коммерциализировать в этом мире как будто можно уже все и протесты и какую-то самую панковскую культуру к примеру и об этом нужно всегда помнить об этом нужно всегда следовать то что читать протесты 68 года то что может сыграть всегда в том иной мере не на руку активистам ну и вот насчет тоже сантимента мне кажется сейчас общество гораздо сложнее и труднее отказаться катетичных привычек и мы изучаем этого просто говорим уходим отрицания и мы организируемся и вот это тоже большой вопрос на стыке того кем они мают маргиналы для меня маргиналы и вопрос переходных таких периодов и каждого непосредственного общества я еще постараюсь коротко прорекламировать использование термина мархизм два автора которых сегодня идеи которых излагали в презентации они пытаются представить свои идеи как что-то из ряда вон но при этом очень многое в их идеях можно назвать заимствованным из идеи либо так или иначе отражается в идеях авторов более предыдущих поколений так скажем то есть например идея культурной гегемонии она встречается не только у марксиста Антонио Гранши который так наиболее подробно ее изложил но еще не помню к сожалению фамилию но один из технических теоретиков еще в 20-х годах писал про важность культуры про то как культура может быть носителем каких-то мировоззренических штук и так далее и тому подобное Кропоткин комментирую практики синдикалистов говорим о том что может быть как самый достаточный метод это не сработает но как раз таки захват производств это во-первых работа с людьми с которыми ты непосредственно ежедневно контактируешь то есть работа в рабочем коллективе агитация в рабочем коллективе это там где ты живешь там где ты ешь где ты находишься и это наиболее правильно и логично то есть среди людей которых ты знаешь это во первых во вторых это еще и действенно как метод потому что отобрав у государства экономический ресурс ты отбираешь у него и ресурс и деньги то есть грубо говоря захватив телевышку ты пресекаешь невозможность телевизионной пропаганды захватив танкостроительный завод ты пресекаешь возможность направлять против протестующих танки и это действенный метод в сочетании с анархо-коммунистическими практиками какими-то более широкими выходящими за пределы идей о прочих коллективах опять же очень много коробкин писал там экологию то есть многие идеи они как будто бы уже заложено в анархическое мировоззрение мы как будто бы неизбежно будем их заново изобретать если будем пытаться отказаться от этой традиции поэтому я бы призвал обратить внимание на то какие идеи лежат в основе анархического мировоззрения пытаться актуализировать реформировать может быть анархическую идеологию какие-то анархические тезисы а не модернизировать капитализм ну будешь молчать на собраниях не знаю что делать с тобой у меня есть идея но я не уверен в качестве гипотезы монастыри отправлять будем есть такое мнение что возможно такая черпая характера это часть насаждаемые государства научились беспомощности проектов не существует ну то есть они возможны в какой-то степени существуют но это проблем которая усугублена практикой вот это вот отсутствие дискуссии в обществе отсутствие привычки круто хорошо забыла показать вам но у нас тут всего лишь несколько книг да джеймс хирот не так называется ну короче getting free она называется это я от себя название придумала вот ну чтобы людям понятно было же не да вот значит и что нужно сказать про школу в целом у нас прошло 10 занятий наконец-то очень устали и пока что прервемся вот у нас правда были там всякие заказы или у людей были предложения сделать просто какие-то разовые мероприятия на разные темы вроде анархизма образования вроде анархизма искусства ну то есть какие-то такие уже скажем побочные вещи то есть не в рамках какой-то прям уже такой концепции что ли а просто как как какие-то темы и направления да 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 да